Здравствуйте! В эфире программа новости Сургут-24 в студии Анна Марченко. В начале выпуска коротко о главных темах. Жители, общественники, чиновники и депутаты проинспектировали несколько городских локаций, где завершается благоустройство. В их числе сквер за дворцом торжеств и площадка для выгула собак недалеко от ЖК за ручьем. Один из пострадавших в тяжелом состоянии в Сургуте на глазах у полицейских и медиков. Скорая помощь и Анна Марко сбила двух мужчин на пешеходном переходе. И воспитанники школы адаптивного тэквондо Кихаб приняли участие в Кубке Федерации, который проходил в Самаре и произвели настоящий фурор. Сургут-24 в Сургуте Проект прозвучал утвердительный. За этим следят специалисты управления лесопаркового хозяйства. Проект двухэтапный. В прошлом году был выполнен вход со стороны ЗАГСа, устроена брусчатка, устроена лестница, пандусы, установлены вот эти мафы. На 2023 год уже выполнение второго этапа. Здесь будет сухой ручей, мостики через него, ну и, как я уже говорил, малоархитектурные формы. Чтобы было удобно и практично, объемные скамейки в виде сердец после завершения всех работ расставят симметрично. Перед строителями стоят задачи по монтажу систем уличного освещения и камер видеонаблюдения, укладки брусчатки, установки малых архитектурных форм. Появятся на территории скульптуры в виде обручальных колец, молодоженов и аиста. Специалисты подрядной организации в своих силах уверены, планируют уйти с объекта до конца октября. Компания, к слову, местная, с опытом создания общегородских локаций. Среди них центральная площадь на улице Университетской. Этот ручей, там будет дренажная система внизу проложена и просыпана декоративной галькой. Все согласно проекту. Изначально всегда небольшие есть замечания к проекту, но это все согласовано с управлением капстроительства, поэтому вопросы решались оперативно. Ну, по мере поступления вопросов, были ответы. Мы работаем, но то мы и строители. Качество нам везде нужно, и благоустройство для людей все-таки делается, не просто так. Чтобы было красиво все. Установить малые архитектурные формы, доделать тротуары, установить ограждения на площадке для выгула собак. Строительство второго этапа парковой зоны 20-го А микрорайона Сургута почти завершено. За ходом возведения объектов на территории следят не только горожане, но и депутаты, а также общественники. Накануне вместе с ними работала и наша съемочная группа. Проверить лично и дать ответы на вопросы сургутян, которые наблюдают за возведением парковой зоны в 20-м А микрорайоне. Объект посетили жители, депутаты и общественники. Этот объект входит в карту развития. Почему мы сегодня именно на этом объекте? Потому что к нам в партию поступают запросы от жителей, которые тоже курируют этот объект, потому что здесь рядом живут, задают очень много вопросов. И мы пришли сегодня посмотреть, действительно так ли это, действительно есть ли здесь такие проблемы. Все, что касалось собак, по этой площадке очень много вопросов. Почему она такая маленькая? Почему? Потому что я сегодня услышала тоже от администрации, что в принципе она не маленькая. Это все в рамках нормативов разработано. Участники контрольного мероприятия обратили внимание, например, на отсутствие освещения у площадки для выгула собак и вдоль новых тротуаров. Территория для досуга и выгула четвероногих пока отсыпана щепнем. Впрочем, это еще не завершенный вариант объекта. По словам специалиста управления капитального строительства, подрядчик завезет песок, утрамбует его до ровной и комфортной для лап питомцев поверхности. А камни будут выполнять роль дренажной системы. По словам специалиста управления капитального строительства, подрядчик завезет песок, утрамбует все до ровной и комфортной для лап питомцев поверхности. А камни будут выполнять роль дренажной системы. Но еще до окончания всех работ место уже облюбовали местные жители и братья их меньше. Площадка нужна была, потому что на ближайшем районе только Сайма. Но на Сайму надо пару дорог перейти, собака нервничает, бегать будет. Плюс там много людей, которые не понимают, что такое собака. А это специально выделенное место для собак. Вполне себе симпатично, есть чем занять собаку. И собака занимается? Да, мы уже здесь прошли только самая высокая переправа, пока еще стесняемся только так посмотреть, что за ней находится. В рамках непосредственно городского строительства, не от застройщиков, это, наверное, первая все-таки площадка для выгула собак. Но от себя добавлю, что во всех проектах, которые мы сейчас разрабатываем, либо разрабатывали недавно, площадки для выгула собак предусмотрены. То есть планомерно пытаемся сделать так, чтобы в каждом сквере можно было зайти с друзьями нашими меньшими и спокойно погулять, не побеспокоив ни других горожан, ни детей, никого. Парковая зона благоустраивается в несколько этапов. В прошлом году в рамках проекта формирования комфортной городской среды на этой территории в 20-м Амикро районе построили спортивную площадку. Этим летом подрядчики возвели тротуары и территорию для выгула собак. В 2024-м здесь обустроят сцену и еще одну зону для занятия спортом. И у нас останется еще одна территория, которая, возможно, также примет участие на 2025-й год на реализацию. И, возможно, уже в 2025-м году мы сможем завершить этот парк в полном комплексе. И он будет уже доступен всем горожанам. Объект готов на 80%. Помимо видимых новых локаций, подрядчики установили дренажную систему. На территории смонтировали пять колодцев, которые, предполагается, позволят избежать подтоплений в парковой зоне. Исполнителям предстоит выполнить еще откосы вдоль тротуаров, засеять газоны, доделать площадку для выгула собак и установить ограждение. Все работы планируют завершить до конца сентября. Мария Ливанян, Калина Александян, Даниил Панков, Сургут-24. Проект по созданию молодежных резиденций в каждом поселении Сургутского района останавливать не намерены. Об этом во время пресс-чая журналистам рассказал глава муниципалитета. Сегодня в районе открыто и функционируют семь мест для досуга и обучения подрастающего поколения. Восьмой в Ульт-Ягуни на сегодняшний день завершен наполовину. Как отметил Андрей Трубецкой, также стоит задача открыть резиденцию в Ленторе. Когда в каждом поселении откроем по одному центру, начнем по второму открывать. Я вот немножко застал советские времена. Вот такие клубные формирования были в каждом дворе. И вообще в каждом дворе была спортивная площадка с игровым полем, турниковый комплекс, столы для тенниса настольного. Какие-то клубы, радиомоделирование, самолетостроение. Это все было, к сожалению, потеряно. Вот мы потихонечку возрождаем. В молодежных резиденциях ребята не только проводят свободное время, но и получают знания. Сегодня там обучают всеми профессиям. Это вожатское мастерство, веб-разработка, графический дизайн и другие. В 2022 курсы по работе с молодежью и веб-разработке, причем абсолютно бесплатно, прошли 50 жителей муниципалитета в возрасте от 14 до 30 лет. С начала года в центрах выдали 150 сертификатов государственного образца. Благодаря им молодые люди могут еще до окончания школы устроиться на работу. Еще одна задача – увеличить охват. Я вот школу заканчивал, да, тоже в советские времена. У меня была, я закончил МПК, это межшкольный учебный производственный комбинат на Солнечном. У меня были корочки автослесаря третьего разряда, слесаря-инструментальщика третьего разряда, слесаря четвертого разряда и водителя категории ВС. То есть я был полностью готов для труда. Мне бы хотелось вот эту практику в Сургутском районе возродить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автомобильный поток остановился на запрещающий сигнал светофора. Двое мужчин предварительно перебегали проезжую часть на мигающий зеленый свет. Но на середине дороги их буквально снесла иномарка Киа, вылетевшая со стороны встречной полосы. Удар был очень сильным. Пешеходы в воздухе несколько раз перевернулись и оказались на асфальте. Медицинскую помощь пострадавшим оказали медики, находившиеся на другом вызове. Здесь же позже прибыла карета реанимации. Мужчин госпитализировали у одного из 48-летних пешеходов тяжелейшие повреждения, многочисленные переломы, открытая черепно-мозговая травма. С водителем работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все как одна семья, так говорят, проживающие в пунктах временного размещения и руководства учреждений. 166 вынужденных переселенцев из новых регионов России размещены в двух гостиницах Сургута. Для комфорта и легкой адаптации людям обеспечены все условия. Предоставляется горячее питание, еженедельно меняют постельное белье в номерах, ежемесячно выдают набор из бытовой химии и другое. Вера Самойлова из Солидара Донецкой Народной Республики рассказала журналистам, что пенсионерам, например, всего хватает. В будущем женщина планирует вернуться обратно, на родную землю. И меня ранило, прямо в дом прилетело, у меня в плечо ранило. Тут все обследовали, ну все просто, все бесплатно, все, и чуть ли не домой это, ну хорошо в общем. То ли у меня рука висела, то ли я там в желтых водах занималась, но там же у нас все платное. Сюда приехала, и вот через Красный Крест обратилась. 16 мая здесь нахожусь в ПВР. Ну что я скажу, это просто Божья благода. Вот настолько много пенсионеров, 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 с нашего села здесь 10 человек. Кормят очень хорошо. В одном из пунктов временного размещения в Сургуте, например, по просьбе постояльцев установили дополнительную кухню для самостоятельного приготовления пищи. Кроме этого, руководство отеля проводит общие собрания, где обсуждают меню и другие темы для комфортного проживания. Вместе с этим приезжим помогают различные специалисты местных, региональных и федеральных служб в решении вопросов гостей, среди которых получение гражданства нашего государства, медицинская помощь или социальное сопровождение, зачисление детей в образовательные учреждения и другие. Гражданам оказывается посильная помощь в плане трудоустройства, этим занимается служба занятости, также поступают периодические предложения от работодателей города. Мы эту информацию размещаем в общей группе, и люди трудоустраиваются исходя из своего образования и опыта работы. И в целом мы проводим как общие, так и персональные встречи, на которых рассматриваются проблемные вопросы, и гражданам оказывается посильная помощь. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы и в честь десятилетия со дня освящения храма великомученика Георгия Победоносца, митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел совершил божественную литургию. Песнопение на богослужении исполнил хор храма и арт-группа Ларго, приглашенная из Краснодара. На службе присутствовали первые лица города и те, кто помогал с возведением собора. Кроме того, указом главы Ханты-Мансийской митрополии во внимание к усердным трудам на благо храма великомученика Георгия Победоносца, служители и благотворители были награждены медалями и архиерейскими грамотами. Это было для нас что-то такое особенное, впервые, первое, как говорят, первенец в строительстве храм первый. И, конечно, он приносит радость по сегодняшний день. И я вижу, как этот храм наполнен каждый день. Независимо праздник, не праздник, народ сюда приходит и общается с Богом, соединяется с Богом. Это, конечно, для нас великая радость. Отмечу, что в 2009 году группа компании «Сипромстрой» во главе с соучредителем Николаем Старужаком выступила с инициативой о строительстве в Сургуте нового храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца. 27 июня 2010 года место под строительство храма осветил архиепископ Тобольский Тюменский Дмитрий. По православной традиции у стройплощадки осветили закладной камень и поставили крест, после чего началось строительство. К сентябрю 2013 года храм был практически полностью достроен, оставались незначительные отделочные работы. 21 сентября того же года чин великого освящения храма Георгия Победоносца провел святейший патриарх Московский в Сеяруси Кирилл. Добавлю, что на территории храма также расположена школа и благотворительный центр. Особенно сейчас Владыка отметил, что важно, что за эти годы храм стал еще и просветительским центром, центром благотворительности, социально серьезные функции несет. И действительно, если посмотреть те начинания, которые в храме Георгия Победоносца и во многих храмах города Сургута в нашем благотчине, то абсолютно для каждого. Для ребенка, для того, кто сегодня в беде, в трудной жизненной ситуации женщины, для стариков, для вопеющих, для тех, кто нуждается в особой поддержке, всегда найдется нужное, важное слово. 60 любителей туристического спорта стали участниками первого слета от движения первых. Семейный движ – так называлось мероприятие, которое провели в парке за Саймой. Свои знания в сфере путешествий по пересеченной местности с палаткой и рюкзаком сургутяне проверяли вместе с детьми. Это мероприятие у нас в городе проходит впервые. Как и в принципе любое мероприятие движения первых, потому что наше движение появилось в Сургуте только в феврале 2023 года. Для участников подготовлена специальная программа. Суть заключается в том, что участники идут по специально подготовленному маршруту и выполняют на нем различные задания. Маршрут построен по принципу спортивного ориентирования, то есть участники должны найти станцию по карте. Среди этапов на полосе препятствий были укладка туристического рюкзака, преодоление подвесной трассы из канатов, вязание узлов и другие. Как отметили организаторы, главная цель испытаний – научить детей и родителей чему-то новому привить любовь к активному образу жизни. Кроме активности провели интеллектуальный конкурс. Победители выявляли суммируя баллы за прохождение полосы препятствий и викторины. Немаловажную роль играло и время на финише каждого из этапов. Мероприятие отлично. С сыном. Первый раз участвую. В принципе, хороший день, хорошее настроение. А вообще туризм любите? Любим, но не увлекаемся. Сложные этапы? Нет, не сказать. Спросите у ребят, они больше вам ответят на этот вопрос. Дикольные этапы несложные. Вообще легкие. По результатам прохождения всех испытаний победителем первого турслета «Семейный движ» стала команда «Звезды спасения». На втором месте оказались биг-боссы. Тройку лидеров замкнула команда под названием «Север». Организаторы отметили, что никто из участников не ушел без подарков. Каждый получил сухпайок и сувениры. В Сургуте завершается чемпионат города по футболу. В этом году число команд увеличилось. На турнир заявилось больше 20 коллективов. Организаторы решили разыграть не один, а три комплекта наград. Плей-офф разбили на подгруппы, каждую из которых назвали именами ушедших от нас сургутских футбольных функционеров. В главном дивизионе помимо золотой медали на кону стояла еще и путевка в Сочи на всероссийский финал среди любительских команд. Кто представит «Югру» и как распределились места в двух из трех подгрупп, расскажет Анастасия Петрова. В Сургуте на финишную прямую выходит чемпионат города по футболу среди любителей. В этом году на соревнования заявились 27 команд. Провели турнир в формате 7 на 7. Площадкой стал футбольный стадион в районе 50-метрового бассейна. А сам турнир, к слову, организуют в нашем городе на протяжении пяти лет. Захватить решили историю, то есть памяти наших функционеров футбольных местных разделили на три плей-оффа. То есть это уже по уровню команды распределились, по итогу групповых игр. Это дивизион Котлерова, дивизион Степанова и дивизион Будыки. То есть это вот у нас такие три значимых фамилии. Одни из, так скажем, значимых, которые мы решили приурочить их память. Футболисты, выступающие в городском чемпионате, в большинстве своем любители. Немало среди них выпускников спортивных и футбольных школ. Сегодня они в основе своей работники различных городских предприятий, у которых еще хватает сил и желания тренироваться и играть после окончания трудовой смены. Вообще сам турнир, он в целом чемпионат города среди мужских команд, он любительский. Потому что играют трудовые коллективы, играют команды, которые, ну, безусловно, уже не один год участвуют. Но часто, ну и в целом, команды заявляются не первый год. То есть у них уже слаженная команда, есть костяк определенный, там какая-то история даже. То есть там есть команды, которые по 10, по 15 лет существуют. Но отрадно то, что в большинстве своем это трудовые коллективы. Но и сейчас есть и практика, что просто ребята собираются, формируют взнос там за счет своих средств и заявляются. Плей-офф в этом году решили сделать так, чтобы никого не обидеть и продлить сезон для спортсменов. Дать возможность побороться за медали с равными соперниками. Восемь лучших коллективов по итогам предварительного этапа образовали дивизион, названный в память об экс-тренере сургутского нефтяника Юрия Котлерове. Команды, занявшие места ниже, играют в турнире имени тренера и судьи Алексея Степанова. Третий назван в честь бывшего президента Сургутской ассоциации футбола имени Виктора Будыки. В последнем за третье место боролись коллективы «Пога» и «Дружба». Первой из указанных команд удалось одержать непростую победу со счетом 2-0. Сегодня тоже пришлось очень постараться. Команда хоть и в первый год выступает, дружба команда, но спортики физически сильны. Но мы больше в футбол играли, наверное. Чуть-чуть по технике, по пасу больше получилось. Так, в целом, все команды достойные, сильные. Приятно уже. Второй год много команд. В финальном матче дивизиона имени Будыки победила трезвая команда. Ее игроки смогли реализовать на один голевой момент больше, чем соперники из Ювиса. Итог встречи 3-2. Команда, у нее свои традиции. Трезвая команда – это такое движение в городе. То есть у них есть и баскетбольный клуб, и футбольная команда. И они развиваются и развиваются. То есть это трезвое движение. В дивизионе Юрия Котлерова бронза у команды «Штурм». Многолетние призеры городских турниров не остались без наград и в этом году, одолев в утешительном финале Федерацию футбола «Сургута» со счетом 4-2. Матч за «Золото» оказался сверхупорным. В основное время коллективы не смогли определить победителя. 0-0. Лишь в серии пенальти Шамкир переиграл «Искру». Сейчас у нас проходит третий плей-офф. Как бы достаточно ровные команды. Они показывают хорошую игру. Самое главное – это чтобы он оснащен был технически. Если игрок будет технически оснащен, то ему будет очень легко. И второе качество – это физически. Если он готов, футболист, то будет очень здорово. Он сможет и бегать, выдерживать нагрузки, не уставать. И технически будет одарен, и все у него будет получаться. Отмечу, что чемпионат города начался в мае месяце и продолжается до сих пор. Осталось узнать имена медалистов в дивизионе памяти Алексея Степанова. Команда «Техно Николь» в финале ждет победителя пары ЗСК КПРФ. На чемпионате Сургута, к слову, разыграли путевку от Югры на всероссийский финал по футболу среди любительских команд в формате 7 на 7. В Сочи с 1 по 7 ноября представлять Ханты-Мансийский автономный округ будет Шамкир. Анастасия Петрова, Айза Алхилаева, Сергей Коликов, Сургут, 24. Вошли в сборную России. Воспитанники школы адаптивного тэквондо «Кихаб» приняли участие в Кубке Федерации, который проходил в Самаре и произвели настоящий фурор. В копилке наших спортсменов 28 медалей. 12 из них золотые, а также 10 серебряных и 6 бронзовых. В рамках турнира ребята еще и отбирались на Кубок мира. Отмечу, что «Кихаб» – первая школа адаптивного тэквондо в нашем регионе. В секции занимаются около 70 детей с ограниченными возможностями здоровья. Дисциплины остались те же. То есть это парные соревнования или имитация техники по лапам. Были демонстрационные показательные комплексы, которые были разделены по версии тэквондо. Наши дети выступали по тэквондо ВТФ. А демонстрационный комплекс, где называется «Фумсе». К слову, школа адаптивного тэквондо «Кихаб» выиграла грант-губернатора. Теперь благодаря такой поддержке у ребят добавились два дополнительных бесплатных занятия. Данная секция направлена в первую очередь на социализацию детей через спорт. Боевые искусства полезны для ребят с особенностями не только в физическом плане, но и в эмоциональном. А награда за освоение техники может придать им невероятную силу. Добавлю, секция ориентирована на детей с интеллектуальными нарушениями, аутизмом, задержкой психического, речевого развития, синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Теперь ребят ждут более масштабные соревнования. Уже в ноябре они выступят на Кубке мира, который пройдет в Минске. Я знаю Тэквондо, просто мы с тренерами им учились и со всеми другими. Я хочу стать чемпионом. Почему? Чтобы выиграть все медали. Да, мне нравится Тэквондо. Какие твои любимые приемы? Махи! Ты мне нравится тройной удар. Покажи. А тебе тяжело вообще это делать? Ну, Таня, я терплю. Удары надо делать и четкие. Четкие удары надо делать быстро. Быстрее и много. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Хороших вам выходных. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Стоматология, акватория, безопасное лечение, лечение под наркозом и седацией, все стоматологические исследования прямо в клинике, гарантия приживления имплантов 99,8. Да, это то, что нужно. Стоматология, акватория. Единственный в округе центр клинического мастерства компании Нобель Биокейр, работающий по мировым стандартам. Стоматология, акватория. Лечение и имплантация зубов полного цикла. Умные домофоны от Телеплюс принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. Телеплюс. Все. Управляйте домофоном из любой точки мира. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Люди часто пренебрегают своим здоровьем, и вы не исключение. Мы готовы оказать вашему организму необходимую и такую важную поддержку. Приглашаем на инфузионную терапию тех, кто пережил стресс. Тех, кто хочет восстановить кровеносную и другие системы. Тех, кто устает. Тех, кто хочет похудеть. Кто хочет вернуть здоровье суставам. В общем, всех, для кого важно качество его жизни. Запишитесь на первичную консультацию врача по телефону 996 222.